Микс Ньюс. Утро на Болткове. Ну а мы переходим к части интервью. Бывший депутат Рижской Думы от партии Новое Единство, Веланис Кирсис. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну да, понятно, о чем сегодня речь пойдет. Так что ждем и ваших звонков тоже. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и в WhatsApp тоже можете нам писать, если руки у вас свободны. За рулем не пишите. 2-3-0-6-1-9-1. Господин Кирсис, уже бывший депутат, как вы принимали вот этот вот распуск? Как происходил, может быть, эмоционально? Какие чувства вы испытывали, когда надо было освободить Рижскую Думу и впустить туда администраторов? Ну, смотря на то, что я примерно год назад уже говорил, что единственный выход из сложной ситуации, которая сложилась в Рижской Думе, это и есть увольнение, распуск всей Думы и новые выборы. И как бы весь этот год делал все, чтобы прийти к такому решению. Поэтому я смотрел как, ну, позитивно, как выход из сложной, я думаю, единственный нормальный выход из сложной ситуации. Ну, конечно, может быть, немножко ностальгия была или так немножко странно, но я как бы ушел с мыслью, что это ненадолго. Ну, это, конечно, избиратели скажут, но постараюсь, чтобы, ну, переубедить. Если говорить о причинах, изначальных, перинациональных причинах, которые были озвучены почти год назад, вернее, летом, да, это мусорный кризис, над которым уже к концу все так посмеивались и говорили, что вроде кризиса нет, а распуск продолжается. И администраторы достаточно быстро со всем этим справились, приняты правила, определенные фирмы, кто где будет вывозить. В общем-то, достаточно быстро все решили. Получается ли дело, что дело было в людях, которые не могли договориться между собой, а не вот реально причина была, что там были какие-то проблемы с заключением договоров и прочее? Я думаю, что было много проблем. Если мы помним, то господин Герхардс уже, получается, наверное, полтора года назад пришел к законопроекту, где там очень много причин, там, не знаю, 10, наверное, причин было. И я думаю, что просто господин Пуца и как бы под его руководством выбрали одну причину. Ну, конечно, она такая юридическая, может быть, не очень очевидна, ну, не очень так, ну, может быть, довольно сложная, но причин было много. И то, что, в конце концов, это была наша инициатива, мы пришли к господину Бурову с этим самораспущением, самораспуском, просто потому что, ну, тут всем было ясно, что так работать нельзя, все стоит на месте, ничего не продвигается вперед, и поэтому, ну, лучше тогда скорее самораспуск, чем тут мучиться еще год. Так что я бы сказал, я на какой-то мере согласен, что, может быть, эта причина не была настолько удачной, что очень очевидной, но я бы сказал, что было много других причин, ну, которых просто министры и министерства не выбрали, но могли это сделать. То есть, получается, что все-таки это было, ну, искусственно создано, вот этот вот дополнительный повод для того, чтобы распустить Рижскую Думу, это не когда к ворум не могли собрать три раза? Ну, искусственный, не искусственный, к какой-то мере, конечно, искусственный, но он подтверждается реальной ситуацией. И реальная ситуация была такова, что в Рижской Думе не было такой стабильной коалиции, которая может принимать решение, бюджет, например. И, ну, да, может быть, каким-то образом мы форсировали эту ситуацию, но лучше, как бы, страшный конец, чем... Ужас без конца, да? Но можно ли сказать, что если бы, ну, большинство, то есть было бы большинство, которое могло бы собрать к ворум, то есть такой, ну, роспуск был бы невозможен, то есть сама по себе причина все-таки кроется в том, что этот формальный повод был желанием большинства? Ну, я думаю, что тут все вместе. Ну, я действительно не смотрю только на этот формальный пример, но я вижу, что просто дела не продвигаются, не продвигались там. Никто не думал, как, например, ну, какие-то решения по поводу РИКС, нам пару ладных принять, чтобы там началась нормальная работа. Инфраструктура, мы видим, что там, ну, очень уйма надо решать вопросов. Все эти вопросы стояли на месте. Ну, коррупция бесконечная, да, везде, где, ну, что-то смотришь, везде неэффективность и так далее. Ну, я думаю, что юридически, может быть, выбрали не самую удачную, ну, как бы... Форму, да, вот для... Форму, да. Но в реальности, ну, мы видим, что люди не шли на улицах защищать распуск Рижской думы, потому что они же тоже чувствуют, что, ну, бардак, хаос, и там нечего защищать. Если говорить про то, что изменится, если изменится, если будут выбраны все те же люди, что поменяется? Вдруг все те, кто не могут договориться в течение года, смогут договориться? Ну, я, во-первых, все-таки надеюсь, конечно, решать избирателям, но я все-таки надеюсь, что власть поменяется. Это было бы, ну, как бы, даже хорошо, чтобы, если так было, чтобы, ну, политика должна работать как такой качели. Да, ну, не знаю, 10 лет одни руководят, потом другие, чтобы была возможность сравнить и выбрать. Но я надеюсь, что все-таки власть поменяется и поменяется на такую, которая все-таки думает о реальных проблемах. Ну, они там, не знаю, думают, как создать такой облик хорошего мэра, руководителя, а под этим реальные проблемы не решаются. Мы видим, что сейчас, в принципе, все накапленные проблемы, там, мосты, улицы, они сейчас, ну, оказывается, что 10 лет никто не думал о мосте Брасос или Даглавы и так далее. Ну, для оппозиции разве это тоже не было таким сюрпризом, скажем так. Мы знаем, что всегда оппозиция всегда будет критиковать, коалиция всегда будет выдвигать вперед то, что она сделала, и, там, не знаю, бесплатные обеды и прочее, и прочее. А оппозиция всегда будет указывать на минусы, которые всегда, несомненно, есть, всегда есть над чем работать. Но, например, те же мосты Брасос, они были, ну, мне кажется, что это было сюрпризом для всех таких. То есть 10 лет до этого никто о нем не говорил, ни коалиция, ни оппозиция. Да, ну, потому что, если говорить конкретно о мосте Брасос, то там уже 5 лет назад началась проектировка, как бы, нового или реконструкции. И то, что меня лично удивило, то, что люди проектируют реконструкции, а проект они сделали на такую, ну, как натяжение, ну, моста, что там могут ездить только советские трамваи, а новые не могут ездить. Или они негодны для, ну, под мостом Брасос едет поезд и новый стандарт поезда, что должны быть выше, чтобы грузы побольше перевозить. Ну, я не знаю, с каким местом надо думать, если, чтобы сделать проект такой, что надо поменять новые трамваи назад на советский, чтобы мост не порушился. Недальновидно. Ну, это дипломатически выражаюсь, да. Если про будущее говорить, про выборы, которые состоятся 25 апреля, вроде как пока, мы не знаем, что эпидемиологи посоветуют Центральной избирательной комиссии, вы, кстати, слышали, реально существует такой вариант переноса, или это все пока на уровне домыслов и разговоров? Ну, я думаю, тут что-то прогнозировать невозможно. Ну, вот, посмотрим. Я думаю, что в ближайшие дни будет такое развиваться происшествие, которое, может быть, нам покажет курс. Потому что на эти недели во Франции муниципальные выборы, и, ну, наверное, можем все-таки посмотреть реакции французов. Как, может быть, не знаю, все останутся дома, и никто не пойдет на выборы, а, может быть, как-то не будет смотреться на это. Я думаю, это будет такое, ну, интересно видеть. Ну, и, конечно, что в Латвии, как будет развиваться событие, ну, наверняка, если все-таки, ну, это болезни, и будет пойти, ну, скажем, ну... Развиваться. Развиваться, да. Распространяться. Да, я думаю, что тут многое, что может быть, даже не только выборы, наверняка, школы закрываться и так далее. Будет обидно, если выборы перенесут, а эпидемия закончится через неделю, например. Если говорить про списки нового единства, там много новых лиц, много старых лиц. Тот же, например, Карл Срадурски, который был министром образования. Инс Далдерис тоже известен нашим радиослушателям в том числе. Ну, и, наверное, такая самая яркая персона – это генерал Инс Кюзис. Тоже, скажем так, человек, который известен многим, и мы знаем, что доверие полиции, например, намного больше, чем тем же депутатам и политикам. Как с господином Кюзисом переговоры проходили, и кто кого выбрал, он вас или вы его? Ну, я думаю, такое вступление, ну, не в партию, а, скажем, на выборы – это такое, ну, как бы, ну, отношение с обоих сторон. Ну, мы с ним вели переговоры, он согласился. Ну, конечно, я думаю, политика, ну, во всем мире такова, что люди делают в своей профессиональной сфере что-то, и тогда, когда они там достигли высот, то они идут политикой. И я думаю, это такой хороший случай, и политика – то место, где, ну, ты уже надо принимать очень серьезные решения. И, ну, господин Кюзис, я уверен, что готов на такие. И я, конечно, рад, что нашей команде, ну, настолько много очень опытных лиц, потому что работа должна будет начинаться с первого дня. И, конечно, я смотрю, там, в других партиях есть очень много молодых людей, которые там хотят перевернуть весь город ногами вверх. Но я думаю, что тут все-таки надо смотреть так здравомысленно. И, ну, да, генерал Тюзис – очень такое хорошее дополнение нашей команде. Как вы думаете, простите, Олег, политикам ему удастся быть? Он все-таки человек принципа, и насколько там мы знаем, что в политике надо иногда и на компромиссы идти какие-то? Ну, знаете, я думаю, что такое… Я думаю, что удастся, потому что в муниципальной политике все-таки такая к ближе реальности. И тут работают все-таки такие, ну, аргументы очевидные. Да, может быть, там парламент и министерства, к тому же немножко, как бы, дальше от земли, если так можно сказать. Ну, и все-таки господин Тюзис руководил полицией. Ну, там, наверное, тоже своя какая-то политика есть, тоже свой бюджет, как им распределиться, как силы туда-сюда, где надо дополнить силы и так далее. Ну, я думаю, что там есть очень много опыта, которого можно использовать политике. Ну, и все-таки политики, особенно муниципальные, все-таки должны быть веские аргументы. И, ну, я думаю, что каждый опытный человек слушается аргументов. Если нет аргументов, то, ну, тогда решение нельзя принять. Вот вы сказали по поводу перевернуть город, что молодые политики рвутся всегда что-то переустраивать. Но что, по вашему мнению, все-таки должно измениться в городе? Ну, какие, вот, например, я понимаю, что многие действительно опасаются всегда перемен будет, останется ли бесплатным там транспорт для пенсионеров. Ну, какие-то такие вот вещи, которые волнуют людей, которые хотели бы, чтобы осталось. Да. Ну, я думаю, что есть, конечно, хорошие вещи, которые сделаны за 10 лет. Я не собираюсь что-то отнимать у пенсионеров или школьников или так далее. Я думаю, что это должно остаться. И пенсионеры, школьники не должны платить за, ну, коррупцию, согласие и гоцкоп от Рыга. И это все остается. То, что надо менять, ну, все-таки согласитесь с коррупцией. Это проблема номер один Рыжской Думы. Я думаю, примерно 10 или 11 депутатов перед уволнением им были проблемы с законом. Какие-то статусы в криминальных делах или там, как это называется, рессорический, ну, рессорская пауэрбауда. А, проверки перед предъявлением обвинений. Ну, это все-таки что-то показывает. То, что я считаю, что мы должны закончить праксис, когда политики вставляют просто предприятиях, критических предприятиях своих каких-то членов партии, и не профессионалов, а все-таки с этими предприятиями должны руководить профессионалы. Мы видим Ригснам Парвалнекс, например, ну, до какого уровня он отпустился, и там, ну, руководство было такое, ну, партийное, да. Ну, это не только Ригснам Парвалнекс и других, Ригс Сатекс в том числе. Ну, это, во-первых, мы должны отбирать людей по принципу профессионализма. Ну, проблема номер два, ну, конечно, инфраструктура. Ну, тут во всех уровнях, улицы, мосты, не знаю, там, дождевая канализация, которую никто не видит, но очень дорого стоит, и поэтому никто там привезут души 10 лет так особенно не думал. Об этом думали, например, не знаю, как поменять, ну, улицы Барона, такую верхнюю часть, а то, что там внизу столетные водопроводы, водопроводы, и это не волнует, потому что это дорого, но нужно, конечно. И я бы сказал, что эти две приоритеты, номер один и номер два, которые точно надо решить. Можно ли говорить, что вот вы сказали о том, что будут профессионалы руководить, что вы будете ставить, ну, вот в случае, если вы будете в руководстве Рижской думы ставить на эти места людей, чисто по профессиональному признаку, ну, вот не повторится эта ситуация, что люди, которые, скажем, лояльны партии, которые, ну, связаны с партией. То есть вот как избежать вот этой коррупции, как ее искоренить вот на деле? То есть вот можно говорить, что да, мы против, но каким образом можно сделать эти инструменты, которые сделают невозможным такое? Да, ну, мы недавно пересоединились с организацией ОСЕДИ, у них есть такие, ну, как бы, они дают такое, ну, как бы, направление или как... Рекомендации. Рекомендации, да, как надо организовать конкурсы, там должна быть комиссия, должна быть независимая и так далее. Ну, все эти хорошие рекомендации должны смотреться в жизни. И то, что еще поменялось с этого года, 1 января, ну, как бы, держатель всех акций в рижских предприятиях, если перед этим были политики, мэр, вице-мэр, то сейчас это исполнительный директор. Но если смотрим на Ригу, то это господин Радзеевич, который тоже был депутатом этого созыва 2 дня, и как бы его такого независимого от политики все-таки не назовешь, да. И тут видно, и по последним шагам, там, не знаю, увольнение, например, господина Лыдак, Лыдак и от зоопарка, и такие интересные поступки, да. Но, хорошо, может быть, это такое отклонение от системы, но, в принципе, мы должны шаг за шагом идти, независимые комиссии по избиранию этих членов Совета и так далее. Ну, как эта независимость, она такая, может быть, тоже номинальная, потому что мы понимаем, что у нас просто физически маленький город, и практически, если не каждый с каждым знаком в определенных сферах, то каждый через каждого знаком, и это обязательно чей-то знакомый, если он не в партии, он может просто какие-то там связи иметь, да, не обязательно дружеские, но просто люди знают друг друга. И это уже как бы повод для того, чтобы заподозрить человека в какой-то ненезависимости. И закрывает ли это путь для людей, которые, правда, профессионалы, но они, например, состоят в партии, и получается, что им путь закрыт, потому что они в партии, но они при этом, может быть, замечательные профессионалы. Ну, город у нас большой, государство у нас маленькое, там проблемы. Город, если так смотреть, то второй, третий по величине регионе. Но я, ну, немножко согласен, конечно, поэтому, конечно, там дисквалицировать человека, потому что он партии, так просто нельзя, да. Ну, поэтому и есть этот процесс, процесс избирания должен быть таков, который, ну, все это берет во внимание. Если, ну, например, независимая комиссия выбрала, которая нету никакого, ну, как бы... Партийного человека. Да, да, если она говорит, что этот человек профессионал, ну, ладно, если он какой-то партии, ну, не знаю, например, я бы не убирал бы с поста господина Лыдок, который, по-моему, зоопарки... Он был раньше, чем в партии, в зоопарке он появился. Да, да, и он такой, я бы, как бы, неразделимый, два субъекта, как зоопарк и господин Лыдок, да. Надевайте наушники, примем звонок. Доброе утро, здравствуйте, пожалуйста, представьте ваш вопрос. Здравствуйте, у меня больше комментариев. Вот скажите, господин сейчас в студии сидит, да, то есть он представляет партию «Новая единственная»... «Новая единственная» вилл Нескерсис, да. Да, 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 и, соответственно, единство, да. То есть, ну, я хотел бы сказать, что именно под руководством этой партии была, ну, провернули, так скажем, аферу с банком «Паркс» и «Цитаделл», за которую мы все заплатили миллиард, а продали его, отдали бесплатно. Это первое. Второе, под руководством его партии и людей, которые состояли в этой партии, было в стране создано куча министерств и агентств, никому не нужных, на которые мы тратим тоже сейчас в стране порядка 40% всех собираемых налогов, да. И он сидит здесь и рассказывает про эффективность управления. Ну, ваш вопрос в чем? Вопроса нет, это просто комментарий. Спасибо. Есть вам что ответить? Ну, да, конечно. Если, ну, начиная с конца, с второго комментария. Ну, если помним, то господин Домбровский пришел во власть в разгаре кризиса именно. Он был тот, кто закрывал много агентств в том числе и так далее. Ну, я думаю, я слышал много таких, ну, как бы, критики о том, что единство там все закрывало, да, сейчас как бы что открывает. Ну, как-то интересно. И первый вопрос был по поводу... Первый комментарий, я тоже как-то забыл, о чем уже был. До этого шли разговоры по поводу соединения и некого общего списка так называемых латышских партий и звучали тоже разговоры, вернем, в Латышскую Ригу. Как то, о чем вы говорили до этого, дороги, мосты и прочее, то есть конкретные дела, они разделимы по национальному признаку? И почему звучат такие фразы? Вернем, в Латышскую Ригу. Что это означает? Ну, я не знаю, что... Ну, это не... Национальное объединение, с которым вы тоже планировали, в общем-то... Шли переговоры по поводу создания общего списка? Ну, шли переговоры, да, конечно, потому что все-таки неочередные выборы и должны быть неочередные решения, но не удалось, не удалось, потому что новая консервативная партия хотела идти, ну, как бы отдельно. Ну, и поэтому этот, ну, этот, не знаю, брак или как это назвать, не удалось. И, ну, то же, что там национальное объединение ставит как свой приоритет, это их дело, конечно, не имею возможности повлиять на это. Ну, что вы на этот счет думаете? Есть ли место таким заявлениям? И как, опять-таки говоря, национальность связана с какими-то конкретными делами и принятием решений? Ну, нет, я думаю, что Рига все-таки это большинство случаев, это все-таки хозяйственные вопросы. Ну, конечно, я бы, наверное, не говорил до конца правду, если бы сказал, что предыдущие 10 лет тут не было политики, тут было политики. Ну, например, детские сады, очень интересно, что как раз, ну, латышские дети не могут попасть на них, у них этот очередь длиннее, чем у русских детей, да. Или, например, пенсионеры с русским паспортом могут, ну, использовать бесплатный транспорт Риги с их возраста пенсионного, это 55 лет, а латышские пенсионеры 65, да. И, ну, это неправильно, это дискриминация тогда, надо, чтобы оба были в одинаковом положении. И это, извините, но это политики, да, и это недоспустимо. Я бы сказал, каким, ну, я должен часто слушать, что я что-то плохое делаю, но, извините, предыдущие 10 лет как раз эту политику принес Рижскую Думу именно Ушакова. Он делал это, ну, наоборот, да. Ну, как я и говорил про этих пенсионеров и, например, латышских детей в детских садиках. Ну, наверное, любой человек, который решил идти в депутаты, понимает, что он будет слушать много критики по поводу того, что он делает или не делает, и это, наверное... Ну, да, да, это большой составляющий нашей профессии. Примем звонок еще один. Еще один звонок, очень давно человек дозванивается. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, Вилдис. Здравствуйте. Вопрос следующий. Говорил ваш гость про дискриминацию, что дети быстрее попадают в садик, русские, и ездят на общественном транспорте бесплатно, быстрее. Не это ли та дискриминация, о которой мы уже говорим почти 30 лет, о негражданах? Сами создали такую ситуацию, и сейчас из-за нее мы дискриминацию поднимаем. Это дискриминация неграждан, в Америке. Я понял. Ну, не совсем я понял, как вопрос неграждан связан с садиками. Ну, по поводу дискриминации. Есть что сравнить, видите ли вы параллели? Ну, я не вижу, как, не знаю, но система негражданства связана с очередями на детские садики. Стоит ли, эти разговоры идут очень давно, если говорить конкретно о процедуре выборов, что негражданам стоит позволить голосовать на муниципальных выборах, как это происходит в Эстонии, например. Ну, я бы не поддержал такую. Почему? Потому что все-таки каждый может пройти через, неграждан может пройти через эту систему и получить гражданство. Но я вижу, что, ну, будем откровенны, в многих случаях это может быть даже невыгодно, потому что можно получить какие-то бонусы, когда ты имеешь, и в том числе паспорт другого государства. Ну, я думаю, что это... А если не имеешь, если ты просто негражданин Латвии, у тебя нет другого паспорта, другого гражданства? Ну, не знаю, я знаю, когда-то был вместе в одной партии с Вячеславом Домбровским, ну, он, например, сказал, что нет, для него не было проблемы пойти и выйти через эту процедуру и получить все-таки... Получить... Гражданство. Гражданство, да. Ну, может быть, каждый день просто человек не задумывается, у него нет такой особой надобности сдавать на гражданство, а вот раз в 4 года, теперь раз в 5 лет на выборах было бы неплохо проголосовать. Еще я, кстати, подумала о том, что если бы у нас было электронное голосование введено, то, наверное, не было бы мысли о том, чтобы переносить выборы из-за возможной эпидемии. Ну, есть плюсы, есть минусы, конечно, такой системы. Примем еще звонок, надевайте наушники. Здравствуйте, пожалуйста, доброе утро. Представьте ваш вопрос. Доброе утро. Если я правильно услышал, то в списке есть господин Шадурский, который довольно сильно критикуем педагогами и жителями Латвии за непродуманность реформ, за поспешность. Как он может помочь городу Риге? Спасибо. Вопрос понятен. Ну, я бы не согласился с такой установкой, что он очень критикуется со стороны педагогов. И мы видим все-таки, что именно тот период, когда он был министром, принялись большие решения по поводу, например, образования, которые базируются в компетенциях. Может быть, не до конца правильно сказал этот термин. Ну, когда дети учатся, что-то делая, да, которое, не знаю, там уже в Финляндии, наверное, 20 лет назад уже прошло. И, по-моему, ну, мы тоже видим с этой, например, реформы административной, да, что, ну, там видно, что все не в порядке, а нету, как бы, ну, смелости поменять. И тут что-то продвигается только тогда, когда приходит какой-то смелый министр, ну, например, Пуц или Шедурский. Ну, да, конечно, у него период, не знаю, там, год или два, когда он министр, и за это время надо что-то сделать. Может быть, что-то происходит быстрее, чем хотелось кому-то. И всегда реформа – это означает какой-то дискомфорт для учителей в том числе. Но я все-таки оцениваю господина Шедурскиса по смелости все-таки пойти и сделать эти реформы, потому что предыдущие министры, ну, тянули резину, если так можно выразиться по поводу этого. Мы видим, что от этого страдают дети. Наши соседние государства в качестве образования выше. И мы тоже видим, что в Риге в том числе очень много проблем с качеством образования. У нас буквально минутка остается. Есть ли у вас красные линии какие-то? Потому что мы понимаем, что сейчас на пять лет будет избрана Дума, и вот кто соберется, кого выберут, тот и тому и придется как-то договариваться и принимать решения в будущем. Я думаю, что Рига может развиваться. В этой ситуации в Риге должна прийти новая власть, и старая должна посидеть оппозиции и посмотреть со стороны. Ну, я бы сказал, это и есть красная линия. Ну, если мы хотим жить по-приведущему, тогда, ну, пускай эти старые и руководят, если всем удовлетворяют все. Но если нет, то должна прийти принципиальная новая власть. Я бы сказал, старая и новая, это и есть линия. Перевертыш такой. Спасибо, бывший депутат Рижской Думы, от нового единства. Вилан Скирсис был на студии.